Более подробно эту тему обсудим с Ильей Пономаревым, это депутат Госдумы с 7 по 16 год, создатель канала «Утро февраля». Илья, здравствуйте, рады вас видеть в эфире Freedom. Приветствую. Вот начнем с первого. Катастрофические потери Российской Федерации. Вы помните, да, были такие мысли еще в начале полномасштабного вторжения, что для Путина будут красные линии. Вот если перевалить за 100 тысяч потерь, он остановит эту войну. Потом говорили за 300 тысяч, тоже говорили, что возможно он остановит эту войну. Но, как показывает практика, уже более 600 тысяч, да, часть из них, этих российских военных уже мертвы, часть физически не сможет принимать участие в каких-либо боевых действиях. Но все же цифра перевалила за полмиллиона. Насколько вы считаете, у Путина будет меняться мнение об этой войне и мысли о продолжать ли ее вообще? Какое ваше мнение на этот счет? Вы знаете, у меня тоже были в первые дни широкомасштабного вторжения такие иллюзии о том, что вот будут потери. Было очевидно, что их будет много. Я думал, ну вот сейчас дойдет до чеченского уровня и это будет отрезвление. Потом, значит, думал Афганистан. Ну, значит, но нет, это не влияет, потому что на Путина влияют не цифры, они для него абсолютно абстрактные. На него влияет социология, на него влияет общественное мнение. Социологию в Кремле смотрят постоянно, постоянно меряют, постоянно оценивают. И, конечно, тема вообще отношения к, как это в России называется, СВО, она является центральной. Они смотрят и как люди относятся к мобилизации, и как люди относятся к контрактам, и как люди относятся к ветеранам, которые возвращаются назад. Как это все влияет на социальную стабильность. Там рука держится на пульсе. И пока нету какого-то такого яркого негатива, то, соответственно, Путин и бездействует. То есть это ваш вопрос, его надо формулировать не по отношению к Путину, но по отношению к российскому обществу. Российское общество, поскольку оно было погружено всеми годами реформ, начиная с 1991 года, в абсолютную беспросветную нищету. То для них участие в этой войне – это социальный лист. И жители, особенно сельских районов, самых бедлых, неблагоустроенных семей, именно так это и воспринимают. Поэтому и не бунтуют. Но они физически заканчиваются, как вы правильно говорите, и сейчас уже подгребают по всем сусекам. А дальше выход один – это забирать на войну принудительно жителей крупных городов, которые туда отнюдь не рвутся. И вот тут, я думаю, уже изменения в общественном мнении будут гораздо более быстрыми и заметными. Еще важный момент касательно мобилизации. Опять же, пока что аналитики и некоторые СМИ говорят о том, что возможно мобилизация, также частичная, скрытая, неважно. Которая, кстати, не заканчивалась еще с прошлого года. Но не суть. А почему Путин так боится об этом говорить слух? Неужто для него это будет уже прямое признание того, что так называемое СВО не то, что идет не по плану, а война перебирается даже все ближе к Кремлю в прямом и переносном смысле? Я думаю, что здесь линия гораздо более примитивная. То есть вот он так, как вы сказали, не говорит про Курск. Потому что вот Курск для него признание того, что все не пошло не по плану, и что война приближается и все прочее. Что касается мобилизации, то это просто крайне непопулярная мера, потому что в отличие от всего остального, это точно то, что люди принимают на себя. И то, что они могут быть отмобилизованы, что члены их семьи могут быть отмобилизованы, мобилизованы совершенно недобровольно, как вот в случае с контрактами, а абсолютно принудительно. Поэтому, конечно, он будет этого избегать, и поэтому, я считаю, совершенно очевидно, что никакой объявленной мобилизации, никаких там новых волн в этой ситуации не будет. Им просто не нужно, они будут просто мобилизовывать, ничего об этом публично не говоря и никаким образом даже не раскрывая статистику. Делать это максимально тайно. Вот еще важный момент. Наши редакторы подготовили очень интересное сравнение. Вот потери российской армии в войне против Украины превысили число убитых и раненых во время Первой и Второй войн Российской Федерации против Чечни. С 1994 по 1996 год армия Российской Федерации потеряла 5042 человека личного состава. Во Второй войне России против Чечни с 1999 по 2000 потери России составили 7425 человек. И по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20 августа Россия в войне против Украины потеряла 601 800 человек. И неужто российское общество таких колоссальных цифр не видит? Ведь когда российского оккупанта, российского военного отправляют с почестями на войну против Украины, возвращают же в гробах. Ну вот вы знаете, это же действительно аберрация общественного сознания. Вот вы совершенно правильно привели цифры потерь Первой и Второй Чеченской войны. То есть там примерно 5 и примерно 7 тысяч. Но если вы спросите любого россиянина, вот даже меня, я пока сам эти цифры не смотрел еще в начале вот человека масштабного вторжения, да, я, например, про это не знал. У меня была абсолютно твердая уверенность, что Первая Чеченская война, она была очень кровавой, значит, большое количество потерь, и, значит, там людей не щадили. А вот вторая, когда пришел Путин, гораздо более аккуратно, и что там гораздо меньше людей погибло. А на самом деле все строго наоборот. Но здесь вопрос, как общество, в принципе, относится к войне, что оно считает, что они получают информацию через средства массовой информации. Сейчас в России они полностью находятся под контролем, и поэтому люди вот этих потерь, они их просто не осознают вообще. Если вы спросите сейчас россиянина, где больше людей погибло, на Чеченской войне или в Украине, ну, я думаю, что большинство, если не подавляющее, но точно большинство, вам скажут, что в Чечне солдат погибло больше, чем в Украине. Вот я сейчас, Илья, еще читаю некоторые СМИ. По информации Генштаба вооруженных сил Украины, по состоянию на 20 августа идут ожесточенные бои в населенном пункте Нью-Йорк в Донецкой области. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что российская армия уже оккупировала этот населенный пункт. Ждем официальной информации от Генштаба. Но все же, на чем бы я акцентировал внимание, показывают видео, где на каких-то зданиях россияне поднимают российский флаг. Неизвестно, то ли это в этом населенном пункте, то ли в другом, неважно. Но что примечательно, до войны полномасштабной в этом населенном пункте жило 11 тысяч человек. То есть очень маленький городок на самом деле. Но когда мы смотрим, какой ценой берутся эти населенные пункты, которые фактически ничего не меняют для дальнейшего продвижения, либо для какой-то тактической выгоды, у меня возникает вопрос. Так России нужны территории, либо люди? Ведь посмотри, там тысячи российских оккупантов легло и продолжают ложиться в землю для того, чтобы на несколько часов поднять российский флаг. Ну, во-первых, надо прямо и откровенно сказать, что люди, в смысле жителей Нью-Йорка, для Российской Федерации были бы абузой. Поэтому лучше бы, чтобы их не было. Это точно так считают в Кремле. Потому что Путин все примеривает на то, сколько потом надо будет пособий платить, пенсии и так далее. Там все будет разрушено. В этом Нью-Йорке работы, соответственно, нет. Поэтому чем меньше там будет народу, тем ему лично лучше. Что касается потерь солдат, то тут позиция российского военного руководства и политического, она всегда была такая, что бабы еще нарожают. И опять-таки, это абсолютно такой нелюдской подход. Он бесчеловечный, но я просто, я лично его слышал миллион раз, когда я был в России в правительстве. Есть человек-производящий, который какой-то приносит пользу для экономики и прежде всего для владельцев соответствующих предприятий. Такие люди полезны. И существует огромное количество иждивенцев, с которыми надо чего-то делать, их надо каким-то образом утилизировать. Вот те люди, которые погибают на фронте, с их точки зрения, это вот утилизация ненужной человеческой массы в России. Потому что вот эти вот селяне, значит, в нынешних экономических условиях, там, ну, допустим, там, в Краснодаре и вообще в Черноземье, да, это прибыльная история, а где-нибудь вне Черноземья, там, на Урале, это абсолютно убыточная тема. И эти люди совершенно лишние. Их приходится кормить, поить, а тут вот они сами себя убивают, получается. Зэки тоже самое, да, то есть их в тюрьме надо кормить, поить, а тут они сами себя убивают. Поэтому с точки зрения Кремля очень цинично, очень отвратительно, но они вот решают такую задачу, это классический, такой вот технократический, как они говорят, подход. Одним выстрелом двух зайцев они убивают. Илья, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Всегда рады вам в эфире Фридом. Илья Пономарев, депутат Госдумы Российской Федерации с 7 по 16 год и создатель канала «Утро февраля» с нами был на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok